Впрочем, в тебе я буду заканчивать. Впрочем, в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаида, в которых я ненавижу. Опять ненавижу. Он говорит, я преследовал, преследовать, слово означает преследовать с ненавистью. То есть, у меня есть ненависть к делам Николаида, потому что они взяли на себя внимание, эти люди. Имеющий ухо слышит, что Дух говорит церквям. Очень интересно. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая. Знаете, многие толкуют это к будущему времени, что мы будем с вами вкушать от дерева рая, которое есть дерево жизни. Дерево рая встречается в бытие в самом начале. Когда Адам и Ева жили в Эдемском саду, у них был доступ к дереву рая. И мы не видим, что они к нему подходили и пользовались этим деревом. И что за такое дерево? Дерево жизни посреди рая, дерево... И мы видим, после грехопадения что-то произошло, Бог ставит запрет и доступ к этому дереву. И изгоняет человека из, как вам сказать, из Эдемского сада, да, то есть из рая. Рай также можно подразумевать как состояние. Это не обязательно место просто, это еще состояние души. Что имеет в виду вкушать от дерева жизни, которое посреди рая? Есть очень интересное место. Если мы прочитаем в Евангелии, я себе вывел, но забыл, по-моему, Евангелие от Луки. Слова такие Иисуса Христа. Иисус, вы сейчас все вспомните, Иисус же, обратившись к ним, сказал черри Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Сейчас скажите, для чего ты это читаешь? Сейчас мы поймем. Ибо приходят дни, в которые скажут блаженный, неплодные и утробы, не кормившие и сосы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, пойдите на нас, и холмам покройте нас. И Христос говорит очень интересно здесь такую фразу. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? Давая и указывая, что он и есть это зеленое дерево, которое является посреди рая. Когда в жизнь нашу, в жизнь церкви, происходит откровение Иисуса Христа, тогда у нас происходит доступ к чему? Ко Христу. Питаться от этого древа жизни, которое стоит посреди рая. Что имеется в виду? Имеется в виду, что дерево, о котором идет речь, это и есть Голгофа. Это именно есть Голгофа. Проклят всяк, висящий на древе. И Христос говорит, придите, вкусите, насколько благ Господь. То есть, претерпевший до конца, имеющий ухо дослышать, побеждающему дам вкушать. Когда в нашей жизни приходит откровение Иисуса Христа, тогда приходит ясность Голгофы. Вот куда Христос обращал Эфесскую церковь. На Голгофу. Открыть им то, что произошло. А что произошло на Голгофе? Наша с вами что? Смерть во Христе? Наш ветхий человек распят с ним, апостол Павел говорит из Римлян 6 главы, чтобы упразднить тело греховное, то есть, чтобы нам теперь, духом, иметь силу и власть над греховной плотью. И также что произошло? Мы воскресли в оправдании. Вот о чем идет речь. Христос хочет, чтобы Он был открыт, и Он открывает Себя для церкви, чтобы они посмотрели обратно на Голгофу и вернулись в той первой любви, которую Он возлюбил. Он прежде нас возлюбил, чем мы Его. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешны. А мы любим Его взамен. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok